Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы МВД России по Амурской области разглашению подлежит в студии Марина Ромашкина. Сегодня мы расскажем об установлении подозреваемых в кражах велосипедов в Благовещенске, участии амурских полицейских в конкурсе МВД России «Народные участковые», обеспечении правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования, работе сотрудников информационного центра МВД, а также напомним о порядке добровольной сдачи оружия. На имя начальника МВД России по Амурской области генерал-майора полиции Константина Носкова поступило благодарственное письмо от жительницы столицы Приамурья. В нем автор обращения поблагодарила оперативника уголовного розыска и следователя межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» за возврат похищенного имущества. Благодаря быстрым и умелым действиям, хорошо организованной работе сотрудников полиции, велосипед найден в кратчайшие сроки, сообщила в своем письме амурчанка. Украденное транспортное средство стоимостью 30 тысяч рублей стражу правопорядка вернули местной жительнице после того, как установили подозреваемого в серии таких преступлений. По данным полиции, с цели легкого заработка злоумышленник присматривал у торговых центров и подъездов жилых домов, оставленные без присмотра велосипеды, и похищал их. В дальнейшем он сдавал имущество в комиссионные магазины. Таким образом, в течение недели подозреваемый украл 5 дорогостоящих транспортных средств общей стоимостью более 125 тысяч рублей. По всем фактам ММВД России Благовещенский возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Установлено, что все транспортные средства не были оборудованы охранными механизмами. В большинстве случаев потерпевшие сообщали, что не задумывались о сохранности своего имущества, оставляя его без присмотра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения. На них сыщики узнали ранее судимого за аналогичные преступления 27-летнего местного жителя. У одного из торговых центров злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть. Задержанный во дворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовных дел продолжается. Их фигурант проверяется на причастность к другим противоправным деяниям. Всего с начала года в Благовещенске сотрудниками полиции раскрыто 41 кража велотранспорта. По подозрению в совершении таких преступлений задержано 26 лиц. Напоминаем, что самый надежный способ обезопасить себя от кражи – хранить велосипед в квартире или гараже. Не оставляйте свое двухколесное транспортное средство на лестничных площадках подъездов, даже если вы используете противокражное устройство. Ни одно из таких средств не обеспечивает стопроцентную защиту. Важнейшее место в системе органов внутренних дел занимает служба участковых уполномоченных полиции. Ее представители раскрывают преступления, проводят профилактическую работу, обеспечивают безопасность жителей на вверенных территориях. С целью формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции по инициативе МВД России проводится конкурс «Народный участковый». С 11 сентября по 10 ноября амурские полицейские принимают участие во всероссийском конкурсе «Народный участковый», организованном Министерством внутренних дел Российской Федерации. Проходит он в три этапа – два региональных и один федеральный. Во время первых двух жители региона выбирают лучшего народного участкового Амурской области, который будет представлять Преамурье на всероссийском этапе. Голосование проходит в режиме онлайн. Награждают победителя накануне дня участкового уполномоченного полиции. Конкурс проходит уже 11 год подряд. В 2013 году завоевать всероссийское звание народного участкового удалось полицейскому из Благовещенска Сергею Мажею. За Амурского участкового проголосовало более 8 тысяч человек. Сотруднику было присвоено внеочередное звание капитана, его наградили автомобилем и грамотой, подписанной министром МВД России. В этом году в Амурской области в конкурсе участвуют 12 участковых уполномоченных из городских и районных подразделений полиции. Выбрать полицейского, который представит наш регион на всероссийском этапе, вы можете на официальном сайте ОМВД России по Амурской области. Амурские полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения избирательной кампании. О том, какая работа уже проведена и что еще предстоит сделать, чтобы не допустить нарушения общественного порядка и избежать прочих угроз, в нашем следующем сюжете. В текущем году гражданам предоставлена возможность голосовать не один день, как обычно, а три с 17 по 19 сентября. Это будут масштабные выборы. На территории Преамурия пройдут 67 избирательных кампаний различного уровня. Амурчанам предстоит выбрать депутатов Госдумы, областного Заксобрания, глав и депутатов представительных органов муниципальных образований. Соответственно, в данный период возросла ответственность органов внутренних дел за качество реализации первоочередной служебной задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности населения. В МВД России по Амурской области создан временный оперативный штаб по охране общественного порядка в период проведения мероприятий и организации взаимодействия с органами исполнительной власти, избирательными комиссиями всех уровней и другими заинтересованными ведомствами. В настоящее время Амурская полиция реализуется комплекс мероприятий по предупреждению при течении нарушений избирательного законодательства, оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней, организации охраны мест изготовления и хранения избирательной документации, а также ее транспортировки. Личный состав органов внутренних дел уже прошел инструктаж о порядке и особенностях несения службы на избирательных участках. Совместно с представителями Росгвардии и избирательных комиссий проведены практические тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Во взаимодействии с подразделениями вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии осуществлены обследования мест голосования и хранения избирательной документации на их техническую укрепленность. Перед проведением выборов все участки будут дополнительно обследованы взрывотехниками с применением служебно-розыскных собак на предмет выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств. И только после этого взяты под круглосуточную охрану. Следует также отметить, что вся амурская полиция в дни выборов будет нести службу в усиленном режиме. Сотрудники полиции незамедлительно проверяют на достоверность любую информацию о нарушениях избирательного законодательства, других фактах нарушения порядка, забытых или оставленных предметах, поступающую в территориальные органы внутренних дел от жителей Преамурия лично, по телефону 102 или телефону доверию УМВД России по Амурской области 59 40 59. Одним из передовых подразделений, осуществляющих внедрение современных информационных технологий в практическую деятельность органов внутренних дел, является информационный центр УМВД. 23 сентября служба отмечает 103 годовщину со дня образования. Информационный центр УМВД России по Амурской области представляет собой разветвленную информационную структуру и располагает высоко квалифицированными кадрами. Подразделение постоянно наращивает свой потенциал. Информационный центр обрабатывает все массивы, в том числе других правоохранительных органов, формируемых в рамках раскрытия, расследования преступлений и достижения других целей и задач, стоящих перед правоохранительными органами страны. Сегодня актуальными вопросами являются предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, пресечение IT-преступлений. Обеспечение оперативно-справочной, статистической, розыскной, криминалистической, архивной информации, интегрирование банков данных, предоставление государственных услуг – вот лишь часть обязанностей сотрудников информационного подразделения УМВД. Всего информационный центр оказывает 5 государственных услуг, но самое востребованное является предоставление справок об отсутствии судимости. За истекший период 2021 года информационным центром оказано уже более 30 тысяч данных государственной услуги. Значение информационных подразделений в системе МВД России трудно переоценить. Практика правоохранительной деятельности со всей наглядностью свидетельствует о неразрывной связи между уровнем информационной поддержки мероприятий по борьбе с преступностью и их результативностью. Несомненно, сотрудники подразделения вносят неоценимый вклад в общее дело по сохранению правопорядка в Преамуре. Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стало гонять людей в неверии? Делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежения общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменилось. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы. За добровольную сдачу оружия жители Преамурья могут получить вознаграждение. О данной процедуре расскажет старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полицией МВД России по Амурской области майор полиции Вячеслав Рыжаков. Куда нужно обращаться, чтобы добровольно сдать оружие? Добровольно сдать оружие и боеприпасы гражданин может в любом территориальном органе внутренних дел Амурской области или территориальном подразделении управления Росгвардии. Грозит ли какое-либо наказание за сдачу незарегистрированного оружия, незаконно хранящихся предметов вооружения? Согласно действующему законодательству, лица, добровольно сдавшие различные, в том числе самостоятельно изготовленные предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. На сегодня это вся информация. Напомним, что узнать о работе Амурской полиции, вакансиях, контактах территориальных органов правопорядка вы можете на официальном сайте МВД России по Амурской области, а также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин